Осенью в единый день голосования избирательные участки работали уже по отлаженной схеме. Впрочем, местные выборы традиционно не вызывают большого интереса, а зря. Так в сентябре определили новый состав Совета депутатов Новосибирска. Наш коллега Вячеслав Горчаков регулярно общается с народными избранниками. Слава, с наступающим тебя! Скажи, что изменилось в Совете депутатов? Приветствую вас, коллеги! С наступающим Новым годом! В самом составе Совета депутатов изменилось многое, и эти изменения были заложены в основном накануне выборов, причем всего за несколько месяцев до них, когда произошла перенарезка округов, и в итоге мы получили не 40 округов, как обычно, а 50, и, соответственно, выбирали 50 депутатов по одному от каждого округа. Наверное, это и сломало планы многих депутатов, и в результате мы увидели обновление состава Совета депутатов. Наполовину практически обновился этот состав, и 24 депутата из 50 – это те люди, которые никогда ранее не были депутатами. Мало того, каждый пятый депутат – это женщина, что тоже вносит особые настроения в нынешний состав Совета депутатов. Я для себя заметил, что многие из народных избранников – это люди, которые прежде занимались активной общественной работой. Но ведь для новосибирцев отказ от так называемых списочников лучше? Наверняка это лучше, прежде всего, для самих жителей, которым не все равно, кто сидит у нас в представительной власти, кто там работает и представляет их интересы. При нынешней ситуации, когда все-таки сделали 50 округов, 50 депутатов, гораздо проще жителям разобраться, с кем оформлять наказ, кому обращаться, кому жаловаться, с кем здороваться на округе и понимать, что это твой депутат, к которому ты можешь прийти со своими проблемами. Да и депутатам самим проще так работать, они уже понимают, где граница их полномочий, где граница их округа, какие проекты касаются именно их и с какими жителями налаживать контакты. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!